В эфире студия репортер с Вероникой Годятской. Здравствуйте. На просторах интернета все чаще проявляется определенное недовольство людей по поводу задержки, выдачи их биометрических паспортов. В частности, описывают ситуацию, когда приобретены уже билеты, забронирован отель, вылет через три дня, а паспорта все нет. Что делать, если дедлайны просрочены, вылет совсем скоро, а реакции нет? Рекомендации даст начальник миграционной службы в Одесской области Елена Погребняк. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам. Сперва достаточно общий вопрос. Паспортный ажиотаж начался еще при получении Украины без виза. Мы с вами встречались, говорили о том, что большие очереди наблюдаются. Сейчас, за последний период, за последний месяц изменилась ли как-то ситуация, наплыв? Во всяком случае, очереди чуть стали меньше. На сегодняшний день электронная очередь может удовлетворить практически все потребности. То есть до этого у нас помимо электронной очереди, то есть люди, кто записался через интернет у себя дома, у нас была еще живая очередь, то есть толпа людей, которые ждали, что кто-то не придет с электронной. То есть на сегодняшний момент процент вот этих ожидающих текущую очередь живую гораздо сократился. Но все окошки электронной очереди разбираются ровно в 12 часов ночи, буквально за 5 минут абсолютно. То есть свободных мест у нас таких моментов не бывает. То есть того, что мы там полдня работали, полдня отдыхаем. То есть в таком же режиме каждые 10 минут у нас заходит новый чек, то есть количество людей, обслуживаемых, остается прежним. С чем вызвана проблема с паспортами? Она по Украине на сегодняшний день стоит крайне серьезно. Полиграф комбинат не справляется с тем количеством заявок. То есть на сегодняшний момент поставлен рекорд. По Украине абсолютно в день принято 24 тысячи заявок людей на биометрические загранпаспорта. При этом напечатать количество паспортов в день могут в районе где-то 11 тысяч. То есть имеется в виду очередь постоянно накапливается. Полиграф комбинат сейчас объявил о тендере по закупке нового оборудования для печати паспортов, то есть дополнительные линии. Быстрее это оборудование печатать не может. То есть есть определенная скорость, определенные защитные знаки, которые печатаются на паспорте. Я хочу отметить гражданам, что миграционная служба паспорта эти не печатают. То есть это не зависит никаким образом от нас. Печатает паспорта загран и гражданские ID по всей Украине исключительно только государственные предприятия Полиграф комбинат Украина. Но как помочь в ситуации, что вы сдали документы на паспорт, он не печатается. Есть на сайте dms.gov.ua горячая линия. Вот звонить на hotline или скидывать лучше всего документы, обосновывающие необходимость срочной поездки. Но сразу оговорюсь, это исключительно лечение, либо смерть родственника за рубежом. Потому что это те ситуации, которые требуют неотлагательных моментов человеку ехать. В основном 99% ругающихся у нас, это те люди, которые поехали на отдых. Но при этом сдать билеты они не могут, потому что без паспорта билеты они тоже сбронировать не могли. Но они сообщили данные других вымышленного паспорта, чтобы билет прошел. А потом, непосредственно перед вылетом, уже делается корректировочка на их уже полученный паспорт. Но такая военная хитрость, к сожалению, не проходит. Потому что когда становится уже вопрос, что паспорт не пришел и деньги могут вернуть, даже пусть частично, то того человека надо привезти с паспортом, которого, по сути, не существует. То есть мы уже начали связываться с организациями, которые продают эти билеты. Как вы могли продать при отсутствии паспорта? Потому что когда это одно, два обращения это одно. А когда их сотня за день, то уже стало просто интересно, каким образом. Система, дело в том, что вбивает, например, туристическое агентство. Вот поинтересовались, как происходит процедура. Они вбивают данные, которые сообщают человек и ставят бронь на авиарейс. При этом проводят полную оплату этого билета, то есть он за человеком забронирован. В последний момент можно провести корректировку. То есть паспорт одного человека поменять на другого. Это можно сделать буквально за несколько дней до вылета. И вот в такой ситуации, паспорт если не пришел, то надо писать заявление о возврате денежных средств. Понятно, что идет какая-то процентная потеря. Но при этом приложить копию паспорта, который в свое время они не приложили, который нет. То есть подтверждение билета тоже происходит в какой-то период времени, когда, как правило, это чартеры, то есть уточняется рейс незадолго до вылета, за несколько дней. То есть многие, кто покупали билеты, знают, что несмотря на то, когда вы оплатили, все равно где-то за какой-то период времени вам, если это долгосрочное бронирование, то вам выдают все равно. Где-то за неделю, за несколько дней до вылета, когда уже есть точная дата вылета и есть согласование. Поэтому, к сожалению, ситуация неутешительная. Как быстро она будет меняться по срочности изготовления паспортов, в ближайший месяц точно нет. Потому что даже если сейчас благополучно пройдут тендеры и будет закуплено оборудование, пока оно будет установлено, пока оно будет включено, поставлено, доставлено и так далее, пройдет какой-то период времени. У меня убедительная просьба гражданам. Если заказываете загранпаспорт срочный, то это не будет, к сожалению, сейчас те обещанные 10 дней, которые у нас везде светятся на сайте и указаны. То есть рассчитывайте, что это будет от 3 недель, даже может быть до месяца. В среднем срочные паспорта мы выдаем сейчас, через 3 недели с момента заказа. Если это переселенцы Луганск-Донецк, то там установлен сейчас срок даже более чем 30 дней, до 60 дней. Если это паспорт несрочный, то вот в данной ситуации мы вообще не можем спрогнозировать сроки, когда он к нам придет. То есть нет такого, что количество задержки вот столько-то дней и все. То есть мы хаотично получаем определенные даты паспортов, но строго соблюденной очередностью. То есть если сегодня мы получили паспорта, например, за срочные, которые были сданы 17 июля, то несрочные мы получили за 26 июня. При этом несколько дней мы несрочных не получали вообще. А сегодня не получили даты срочные никаких. То есть доставка в данной ситуации мы тоже видим только в последний момент, вечером, какие паспорта нам будут доставлены на следующий день. Поэтому убедительная просьба гражданам. Если уже есть такая ситуация, вы видите по Украине действительно без виз Украину потряс, ажиотаж родился, который не могут выдержать технически на сегодняшний день орган, который печатает паспорта. Поэтому просьба к вам, если уже такая ситуация, планируйте свой отдых так, чтобы вы с запасом этот паспорт свой ожидали. Не бронируйте билеты, пока у вас паспорт не на руках. Или если бронируете, то с тем условием интересуетесь, какие условия возврата в случае чего. То есть пусть это будет уже хотя бы частичное возмещение. И опять же, если это лечение, не молчите, не ждите. Справки присылайте. И, как правило, горячая линия реагирует ДМС. Это все украинское. Достаточно активно на это. То есть у нас, как правило, все, не дай бог, онкобольные более-менее получают паспорта с небольшим нарушением срока. Я бы еще раз вернулась к той ситуации, когда люди заказывают билеты и потом не возвращают деньги. Есть ли какие-то гарантии у тех, кто бронировал билет, оплатил его на старый паспорт? То есть был обычный загранпаспорт старого образца и купил билет именно на этот паспорт и подал документы, чтобы получить биометрический паспорт. Вот в такой ситуации. В такой ситуации человек имеет право на возмещение. Каждая авиакомпания ставит свою сумму, удерживаемую в такой ситуации при возврате. Но необходим человек вживую и его паспорт, на который осуществлялась бронь. То есть если это были не на вымышленные данные, то да, возмещение человек получает. Зависит еще за сколько дней он обращается до вылета. Точно так же, как железнодорожный билет, можно сдать тоже с определенным процентом потери за какое-то время до момента выезда поезда. С чем связан такой ажиотаж? Зачем большинство этих людей делают сейчас паспорт? Ну то есть это связано с тем, что все массово действительно едут отдыхать, массово едут на заработки. Либо вот какие причины? С людьми общаемся постоянно, интересуемся. Очень много кто делает паспорта про запас. То есть что было? При этом приходят, сдают нам старые загранпаспорта, в котором ни одного штампа. То есть паспорт у человека был 10 лет, а никуда не поехал, но этот нужен срочно. То есть мы будем стоять день и ночь и получим его, потому что вот вдруг. Как правило, когда спрашиваешь, ответ умиляет, есть тенденция. То есть вот есть тенденция оформить биометрический загранпаспорт, потому что мы теперь в безвизе. При этом поездка это уже такой момент, то есть будет или нет. Плюс летний ажиотаж, он всегда есть. В период отпусков, в период отдыха, отъезда деток к бабушкам, к дедушкам. Плюс добавляется к этому всему то, что в многие страны увеличивается список, которые не пускают деток без отдельного паспорта вклееные. Вот в прошлом году, я уже повторюсь, был Вьетнам, в этом году добавился Египет. То есть есть еще ряд стран, которые безвизовы для Украины, но требуют отдельного документа паспортного у ребенка. Соответственно, накладываются все эти моменты. Плюс, действительно, у нас гораздо большее количество граждан поехали на сегодняшний момент в Европу. В Польше бум украинского туризма. То есть автомобильные, если сейчас, вот связывались, общались с пограничниками, ранее границу пересекало количество автомобилей в 2-3 раза меньше, летний в такой же период, чем пересекает сейчас. Очереди на границах достигают до 13,5 часов. Если ранее, это было 3,5 часа, это вот непосредственно Львовская область, пересечение таможенных постов в Польшу. Поэтому, да, действительно, наши граждане стали путешествовать гораздо больше. И, как правило, это именно частный туризм, то есть машиной собрали всю семью и поехали. Если говорить о таком варианте, вы часто рекомендуете становиться в электронную очередь, что так удобнее, так быстрее. многие нарекают на то, что в 12 часов ночи сайт у них не работает. Вот что можете посоветовать? Военная хитрость, опять же, вторая. Надо регистрировать, я сама проверяла, я регистрировала знакомых, вот просто было любопытно, как работает. За 15 минут до 12, то есть 23.45, заходите и регистрируетесь. И вот, собственно говоря, сайт действительно зависает из-за количества пользователей ровно в 5 минут первого. Но за эти 5 минут, если вы уже зарегистрированы, когда высветились все окошки, вполне можно подобрать то, что тебе подойдет. Сейчас все узнали, и нужно будет регистрироваться еще раньше. Да, и уже получается, будем через месяц с вами говорить, что регистрируйтесь в пол 12. Я думаю, что где-то так. Также говоря о функции срочный паспорт, тоже затронули уже эту тему, гарантируются ли какие-то возмещения людям, которые пропустили свою поездку, или действительно во время отпуска они поехали? Нет, возмещение согласно договору между миграционной службой и полиграф-комбинатом не предусмотрено. Поэтому, к сожалению, в такой ситуации мы не сможем ничем помочь людям. И в данной ситуации мне искренне могу только пожалеть тех, у кого совались поездки. Да, срочный паспорт, или вы обычно очень пристали. Если говорить о перспективе решения проблемы, вы говорили о том, что сейчас проводится тендер полиграфом, когда в перспективе может решиться эта ситуация? Я думаю, что с середины сентября паспорта уже будут приходить в срок. Как реагируют люди? Вы ежедневно с ними общаетесь? Ужасно. Вы знаете, такое количество, к сожалению, расстроенных поездок, слез. Мне искренне жаль каждого, у кого был запланирован отдых, и кто не поехал. Но люди, конечно, возмущены, справедливо возмущены, потому что срок указан, он должен соблюдаться. Но действительно для Украины без виз оказался вроде бы мы и готовы, а с другой стороны сильно оказалось много в желающих. Последнее, но не менее главное, это о том, изменилась ли стоимость паспорта в связи с таким спросом граждан? Ни в коем случае. Стоимость осталась прежняя. Несрочный паспорт стоит 536 гривен, срочный 810. То есть без изменений и требования таких же. Да, как для взрослых, для детей. Но я хотела отметить, наш горсовет, это вот одна из главных вещей, наконец-то определил категории льготчиков. Те люди, которые, оформляя загранпаспорт, в том числе, как и гражданский ID, смогут оплачивать только часть стоимости, а именно стоимость самого бланка. С учетом того, что все деньги за оформление, за минусом стоимости бланка идут в местные бюджеты, согласно закону, это по всей Украине, то Одесский городсовет на сессии принял решение. Мы сейчас здесь все ждем публикации. Проект уже есть опубликован на сайте Одесского городского совета. Там указаны категории тех людей. Мы сейчас ждем разъяснения в отношении применения, то есть какие документы будут подтверждать какую-то категорию. То есть многодетные попадают, например, то есть мы должны понимать, какой документ, какое удостоверение должно быть достиг старший ребенок 18-ти, то есть потерян статус многодетности. И вот по таким категориям я очень рада, что наши воины-атошники тоже туда попадают, потому что к нам очень часто с 411-го госпиталя привозят ребят и оплачивают полную стоимость волонтеры. Или в такой ситуации это будет гораздо меньше, и большее количество людей сможет воспользоваться услугой и получить лечение за рубежом. Им полагаются скидки или вовсе бесплатные паспорта? Нет, паспорт не бесплатный. Он состоит... 70% стоимости это госпошлина. Ориентировочно 30% это стоимость бланка. Так вот, будет оплачиваться только стоимость бланка. Это разительная экономия на фоне, то есть он там чуть больше... Около 170 гривен, чтобы я не ошиблась, стоит. То есть в такой ситуации человеку это разительная экономия. Спасибо большое за то, что нашли время, пришли к нам и дали нашим зрителям практичные советы. Этот эфир провела Вероника Годяцкая. Оставайтесь на репортере.